Виктория Терентьева 25 детей. Именно столько маленьких граждан Латвии и социальные службы ряда европейских стран изъяли из латвийских семей за границей. В пяти случаях детей отдали на усыновление. И это только в этом году. Чаще всего наши граждане за границей попадают в безвыходную ситуацию. Они должны подписать документы, содержание которых они не знают. Люди попадают в тупик. Подпишут – будет плохо. Не подпишут – тоже будет плохо. Этим родителям не к кому обращаться. Таким семьям Министерство юстиции хочет помогать юридически. Есть два варианта, как это сделать. Первый. Латвийская сторона будет нанимать адвоката. Для оплаты его услуг правительству потребуется принять специальное решение. Второй вариант. Латвийцы за рубежом получают деньги на возвращение домой. Это долг. Им придется вернуть. Также наши люди за границей должны быть активны, защищать свои права. Службы Министерства иностранных дел будут работать активнее, когда будут выработаны основные положения, как действовать в кризисной ситуации. Минюст планирует издать специальные памятки для родителей. В них обобщать всю полезную информацию. Сначала данные появятся по социальной системе Великобритании. Дальше – больше. На очереди Ирландия, Норвегия и Германия. Мы сегодня обсуждали, а знает ли кто-нибудь, например, что в Великобритании мальчик и девочка могут жить в одной комнате только до достижения пятилетнего возраста. Детям постарше нужны отдельные комнаты. Мы привыкли к такому стандарту? Мы представляем или знаем, что такая ситуация где-то прописана в законе? Нет, мы не знаем. В этом году Латвия получила 99 новых дел, связанных с защитой прав латвийских детей за границей. Большая их часть из Великобритании.